Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления. Тема укропнения российских регионов стоит на повестке внутриполитической Кремля. Это не секрет. Эту идею пробрасывают уже второй год. Кудрин пробрасывал Министерство экономического развития. Конечно, они говорили о неких экономических кластерах. Но мы понимаем, что в России все, что не делается, это все политика. Поэтому за этими внешнеэкономическими проектами, конечно, прослеживается четкая политическая линия. Естественно, большую озабоченность этот вопрос вызывает у представителей национальных республик. Потому что в свое время еще Путин сказал, что Ленин, создав национальные республики, заложил под страну мину замедленного действия. То есть на самом высшем уровне считается, что национальные республики являются неким таким детонатором сепаратистских настроений и тенденций. Естественно, это настроение, оно экстраполируется, оно лучами расходится по вертикали вниз. И политические администраторы, которые выполняют волю высшей власти, они сейчас разрабатывают различные механизмы, проекты по тому, как это можно относительно безболезненно сделать. Ну, главным, наверное, фактором, который может выступить таким триггером, является то, что якобы национальные республики, это осколок, это пережиток ленинской политики. Она была якобы необходима для того, чтобы прекратить гражданскую войну, чтобы шить страну. Впоследствии национальные республики, которые вошли в состав Советского Союза, спокойно от нее отпочковались. И сейчас, вот в виде таких вот осколков, национально-территориальное образование также якобы являются потенциальными сепаратистскими территориями. Но здесь кроется один важный момент. Если начать перекраивать политическую карту Российской Федерации, тогда мы действительно получим множество линий разлома. И не только по национальному, территориальному признаку. Есть, мы знаем, уральские, сибирские инициативы о том, чтобы отделить себя от Москвы. Мы знаем, что сама Москва, Петербург являются такими зонами, агломерациями, которые живут, собственно говоря, практически по своим законам, являются отдельными территориями с огромнейшим бюджетом, элитой, привилегиями, льготами, прописками и так далее. То есть, по факту, центр делает все сам для того, чтобы растащить Россию по разным углам. Есть Приморье, здесь особый случай. Как это можно произвести с точки зрения Кремля? Что можно сделать? Естественно, что укрупнение территорий, изменение административно-территориального устройства возможно только через изменение Конституции. И вот здесь самое интересное, потому что разговоры о необходимости изменения Конституции уже идут. Они, конечно, связаны не только с изменением формата территориального деления, а с тем, что якобы Конституция устарела, об этом говорил председатель Конституционного суда Зорькин, об этом сказал Медведев, об этом осторожно говорят другие эксперты, зондируя общественные мнения. Скорее всего, все это связано с попыткой Москвы создать некий институт, условный госсовет, для того, чтобы сохранить Владимира Путина у власти после 2024 года. Очевидно, что на президентский пост он не идет. Скорее всего, этот пост будет сохранен, но в формальном таком варианте, наподобие немецкого вида, когда есть канцлер, который обладает полнотой власти, и есть президент, который выполняет символические функции, там разрезание ленточек и так далее. Скорее всего, в пакете этих конституционных реформ пойдет и тема укрупнения регионов. Не факт, что она реализуется, но, по крайней мере, такие подвижки, такие устремления у правящей политической элиты существуют. Что это будет означать, собственно говоря, для национальных республик? Это катастрофа. Потому что по Конституции Российской Федерации, национальные республики являются государствами в составе Российской Федерации. Ну, об этом не говорят, это считается таким вот камильфо. Но на самом деле национальные республики выступают гарантом сохранения традиций, языка, культуры, идентичности титульного этноса. И с условием того, что в России мы видим прямо противоположное движение в сторону унификации, в сторону русификации, в сторону подавления религиозных прав неправославного населения. Это будет означать, что, по сути, другие народы, которые не составляют абсолютное большинство на территории нашей страны, будут подавлены, они будут загнаны еще в более жесткие, непримиримые условия. И та триада Уваровская, которая существовала, которая руководствовалась имперской властью, самодержавие и православие, народность, в таком вот гибридном формате, но будет торжествовать. Что необходимо сделать тем, кто не хочет того, чтобы национальные республики, представительства национальных наций на таком протогосударственном уровне были ликвидированы. Нужно требовать того, чтобы все оставили как есть, чтобы реальный федерализм был реализован в реальной политике. Нужно настаивать на том, чтобы внимание к нациям и культурам, не только русским, не только православным, усиливалось, чтобы народы и республики сами определяли собственную судьбу, кого им выбирать, какой язык им выбирать, какой язык в школах им преподавать, на каких языках издавать газеты, журналы и книги. А вот тогда Россия станет по-настоящему страной федерации, страной равных условий, равных возможностей с союзом народов.